Вооружились ножами и толпой отправились в лес. Вот только эти клинки из дерева оцели молодых людей вполне мирные. Чулнинские каратисты, тхаквандисты, боксеры и борцы на свежем воздухе решили улучшить свои навыки самообороны. Первое, с чего начали подготовку, это изучение атаки с ножом. Если знаешь, как происходит нападение, то сможешь ему противостоять. Не позаорали? Гвозди бы делать из этих людей. Не было в мире лучше гвоздей. Этот армейский вид ножевого боя вышел из одного из стилей каратэ с очень длинным и сложным названием, посвященный завод его просто – кои. Здесь важно все – от стойки до постановки руки. Нож нужно держать так, чтобы не повредить кисть во время схватки. Нож, он побыстрее руки. Тут даже объяснять ничего не надо. Проведите кистью, да, ну какой радиус? Проведите ножом. Нож маневренный быстрее. Рустам Мухаммедшин 9 лет обучает о вращении с клинком. Задача мастер-класса – ознакомить ребят с техникой хотя бы поверхностно. Это не атака, а оборона, поясняет боевая дружина. Хотя эти понятия взаимосвязаны. Ну, чтобы защищаться от ножа, надо понимать хотя бы, как он режет, да? Сейчас мы первую половину немножко посмотрим, что с ножом делать. Потом будем разбирать, как от него защищаться. Потому что ребят спортсмены, все нормально. Но по городу ходят разные товарищи. Все хулиганы с ножом. Важный фактор – психологическая готовность. Как отразить атаку, так и самому нанести удар. Поэтому многие упражнения выполняются в паре и отрабатываются до синяков. Болезненно. Нет, вообще все классно. Правда, самое такое, что мне кажется, это когда оппонент делает, достаточно шеи больно, да, действительно. Этот мастер-класс организовала группа «Челны Файтер». Сейчас в ней более десятка человек, которые представляют разные направления рукопашного боя. Их особенностями молодые люди делятся друг с другом в ближайших планах проведения мастер-классов по боксу и тэквондо. В этой группе организаторы всех спортивных школ выкладывают информацию о себе, обмениваются опытом, обмениваются информацией о проведении в ближайших соревнованиях. И в рамках этой же группы мы проводим мастер-классы. Рустем Мухаммеджин предупреждает, защититься от внезапной атаки человека, вооруженного ножом, даже подготовленному бойцу, крайне сложно. Если есть возможность, лучше бежать. Но бывают ситуации, когда отступать некуда и необходимо обороняться. И тогда есть небольшой шанс, что их навыки однажды спасут чью-то жизнь, уверены участники лесного урока. Егор Орлов, Эльнар Мустафин, РНТВ, Набережные Челны.